Луч света Свет на темный город уникальный фестиваль проливает уже в восьмой раз. И за годы не темно стал по-настоящему международным. Световые инсталляции представили художники из России, Австрии, Германии, Польши, Швейцарии и Туниса. О таком размахе вспоминают организаторы. Они не могли и мечтать. Мы начинали для себя, как маленькое мероприятие, светили лампочками в кустах, чтобы продлить самый короткий день в году. Сейчас мы вышли уже на более высокий уровень. Изменилась и площадка. Впервые зрители собирают не в центре Екатеринбурга, а на горных вершинах Уктуса. Впрочем, на разнообразии работ отстраненность фестиваля не сказалась. Здесь и чудо-дерево, и утиная интервенция, и конфигурация 0-0. Чтобы понять современное искусство, на помощь приходят гиды-медиаторы. Они готовы не только рассказать о нем, но и показать. Мы встаем, например, разводим руки, и вот мы можем увидеть, что фигура поменялась, и разглядеть фигуры. Впрочем, световое искусство лучше не понимать, а читать. Между строк. Ведь понять текст пермского художника, выполненный из неоновых проводов, все равно невозможно. Если реклама пытается нам что-то сказать, конкретно и продать, то в данном случае достигается только эстетика, чисто визуальный смысл, который прочитать-то, собственно, и не нужно. Можно просто гулять по этому коридору, в какой последовательности вам хочется, в какой траектории вам хочется, и просто наслаждаться тем, как может выглядеть форма и как может работать свет. С художниками согласны и зрители. Очень понравилась инсталляция со стеклами, которые опускались и поднимались. Это как-то успокаивает. То есть ты смотришь, что-то для себя понимаешь и думаешь. То есть не просто как-то наблюдаешь и понял, не понял, а так о чем-то мысли приходят в голову. Самая длинная ночь в году пролетела, как одно мгновение, уверяют зрители. А световые творцы уже готовятся к следующей, чтобы вновь зажигать по полной. Мария Новикова, Главные новости Екатеринбурга.